Всем привет, Сергей Слорид. Очень интересную информацию сегодня я выкопал по гитарам фирмы Мартин. Делают они гитары из бумаги. Ну, теперь давайте поподробнее. У фирмы Мартин есть такая линейка моделей более дешевых. И делают их из материала, который называется HPL, что означает High Pressure Laminate. High Pressure – это высокое давление, а слово ламинат, оно, наверное, знакомо, но означает самый лучший перевод этого слова – это как многослойный. Вот я начал выяснять некоторые нюансы, и вот сейчас вам буду все рассказывать. Вот эти гитары, там больше моделей. Обратите внимание, что я на этой странице сохранил адрес интернетный, так что вы можете туда залезть и посмотреть, и перепроверить. И вот из этих четырех гитар я беру самую дешевую за 549 долларов и ищу информацию по ней. Вот она модель DX1E, и отсюда я перехожу на спецификацию. Здесь я сделал две рамочки. Вверху это модель DX1E. Вот вторая рамочка побольше, обратите внимание, HPL. Это сверху вниз. Это верхняя часть гитары, задняя часть гитары и боковая часть гитары. Один и тот же материал HPL. И с правой стороны 44,5 мм. Это размер мне очень интересен. Это ширина грифа. То есть достаточно-таки приличная ширина. Обычно делают 43 мм. Так, теперь вот я нашел такой любопытный сайт. И тут мы посмотрим, что же такое HPL. High Pressure Laminate. И здесь написано, что это просто-напросто несколько слоев бумаги. Ну, бумага, конечно, не такая, как на принтере у нас. Но какая-то там бумага. Она пропитанная смолой. Что-то типа эпоксидки. Сверху один листочек наложен для красоты. Потом это все идет под пресс и под большим давлением. И там повышенная температура. Все это так запекается. И получается такой вот достаточно твердый материал. Так, ну вот мы смотрим несколько слоев вот этой, предположительно, бумаги. Потом декоративный слой. И самый верхний, это прозрачный такой. Это что-то типа, наверное, лака, чтобы было красиво. Значит, я сталкивался с подобным материалом. Я делал ремонт в одном из своих домов. И устанавливал такие, называется, кухонные каунтертапы. Это что-то типа стола. Вот покрыто вот таким вот ламинатом. Вот. Еще, наверное, слово ламинат вам встречалось. Это как бы искусственный паркет под дерево. Выглядит как дерево за счет вот этого вот верхнего слоя. Вот. Этот материал менее расположен к царапинам и трещинам. То есть он как бы более износостойкий, чем дерево. Вот. Но у него есть свои дефекты. А, он еще и водостойкий. Так что в рекламе говорится, что вы можете его там брать куда-то на природу. Там под дождь может попасть. Ну, если кухонный стол делают из него там вверх. Так. А здесь вот последняя, наверное, картиночка наша, на которой мы все это дело и закончим. Эта картинка показывает вот такую вот ламинатную гитару, которую человек попытался отремонтировать. И на этой фотографии вы видите вот этот слой ламината. И он очень и очень тонкий. Там, ну, такое впечатление, что там, не знаю, один миллиметр или два миллиметра. И этот ремонтник говорит, что он еще не может, ну, очень трудно ремонтировать. Точнее, просто невозможно отремонтировать. Хорошо, чтобы там было все красиво. Поэтому он все-таки сделал, но он туда подклеивал кусок дерева. Для того, чтобы можно было хоть как-то сделать эту гитару рабочей. Вот. Кстати, довольно любопытно. Это хоть и не по теме, но посмотрите. Гриф сделан тоже из какого-то типа фанеры что-то. Может быть, это дает ему дополнительную жесткость. Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать. Я не в коем случае не собираюсь говорить, что вот этот материал HPL это плохо. Или я не буду говорить, что материал HPL это хорошо. Но в конце хочу добавить довольно такую любопытную вещь. Я об этом уже говорил в других видео про гитары. Это такая секретная информация, которую вам не скажет ни один гитарный магазин. Дело в том, что большинство гитар оснащено электрическое устройство есть, которое вы можете звук менять самой гитары. Так вот, как только вы включили это электрическое устройство, гитарный ящик и, естественно, материалы, величина этого гитарного ящика и материал, из которого он изготовлен, просто не имеет никакого значения. Электрика берет на себя все. Вы меняете тембры туда-сюда, меняете окраску звука туда-сюда. И в каком-то видео, я недавно смотрел на YouTube, видео, в котором Александр Розенбаум говорит, что он вообще не любит натуральный звук гитары, что совершенно логично и естественно, потому что если он поет различные песни, то ему хочется, конечно, звук немножечко от песни к песне изменить. И он просто меняет настройки своей гитары. На этом у меня все. Напишите, встречались ли вы вообще с ламинатом? Раз. Встречались ли вы с такими ламинатными гитарами? Два. И какое ваше отношение к таким гитарам? Ну и давно...